Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы «События» в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем вам о самых ярких событиях этой недели. И вот чем особенно запомнились уходящие дни. Пожар в реальном училище. От огня пострадало историческое здание. Убить друга и посадить сына. В Самаре выносят приговор хладнокровной убийцы. Самарский голос в диснеевской сказке. Оперная певица озвучила роль в фильме «Красавица и чудовище». История горит. В пятницу в Самаре от пожара пострадало здание реального училища. Его учениками в разные годы были писатель Алексей Толстой и единственный в России лауреат Нобелевской премии по химии Николай Семенов. По предварительным данным площадь пожара составляла 120 квадратных метров. Подробности удара по историческому наследию Самары в репортаже Ларисы Шалафаст. Пожар в здании начался в районе трех часов дня. По словам пожарных, в здании много блуждающего огня, который перебрасывается из помещения в помещение, что очень сильно усложняет работу. Клубами густого дыма в считанные минуты затянуло близлежащие кварталы. Местным жителям пришлось выйти из домов. По словам очевидцев, крыша здания вспыхнула как факел. Я спал, и вдруг дым повалился, такой черный, детский. Это не то, что деревяшки горят, а мне кажется, какие-то химреаксивы, что-то горит такое, это, медицинское. Проснулся, вот и пришел, посмотрел. Жалко здание, вот, хорошее здание. Это уже не первый пожар в здании бывшего реального училища. Только в октябре 2016 года дом горел дважды. Прошлой осенью инициативные самарцы разместили на фасаде и окнах аншлаги с информацией о выдающихся людях, которые учились в этом учебном заведении. Например, советский писатель Алексей Толстой и единственный в России лауреат Нобелевской премии по химии Николай Семенов. Также именно здесь было объявлено о создании Самарской губернии. Чтобы потушить памятник архитектуры, пожарные задействовали 12 спецмашин и больше 50 человек. Но огонь буквально гулял по крыше, и очаги возгорания появлялись снова и снова. Здание третьей степени огнестойкости очень, как бы, ну, есть сложности в тушении. Но личным составом применяются все меры по тушению данного пожара. То есть у нас достаточно сил и средств для данного тушения. Здесь пожарные подразделения будут дежурить до того момента, пока полностью не убедимся, что пожар потушен и нет ни одной искорки. Чтобы полностью потушить пламя, пожарным потребовалось больше трех часов. Причины возгорания устанавливаются. Ущерб, который нанес очередной пожар памятнику архитектуры, позже установят эксперты. Лариса Шалафас, Дмитрий Мешканцов, События. Готовность 30%. Строители Фрунзенского моста планируют в этом году завершить возведение четырех опор. Кроме того, на берегу продолжается сборка центрального пролета. В середине апреля его установят на место с помощью так называемого метода надвижки. В технологических тонкостях разбиралась Валерия Макарова. 3,5 тысячи тонн. Столько металла ушло на строительство Фрунзенского моста. И это еще не финал. Сейчас заканчивается бетонирование подводной части шестой опоры. На левом берегу реки Самары идет сборка пролетного строения. Посмотрите на эту огромную металлическую конструкцию. Это пролетное строение. Именно та часть моста, которая в будущем будет над рекой. А сейчас ее собирают по частям на берегу. В середине апреля по обеим сторонам от этого блока установят 4 огромных домкрата. По 880 тонн каждый. С помощью них и канатов пролет будут как бы надвигать на мост. И как объясняют строители, такую технологию здесь разумнее всего использовать. Устраивать какие-то промежуточные опоры в воде, но это очень дорого и нецелесообразно. Если бы это, скажем, было путепровод, то можно было бы просто монтировать кранами с устройством временных опор. Надвижка – это единственный экономически оправданный способ. В этом году строители планируют завершить 6 из 8 опор моста и собрать половину пролетного строения. Погодные условия влияют очень сильно на сборку металлоконструкций. То есть технологическое расширение металла и бетона, они разные. И металл очень сильно при нагреве расширяется. Это все заложено в проект, скажем, на нашу скорость это не влияет. Работы на стройплощадке идут в круглосуточном режиме на двух берегах. Задействовано более сотни человек. Завершить строительство Фрунзенского моста планируется до конца 2018 года. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Продолжаем тему больших строек. Путепровод на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе не затопит. А поможет в этом особенная ливневая канализация со специальными насосами, которые находятся на глубине 9 метров. О новой уникальной системе для саммарских дорог расскажет наш корреспондент. Когда откроют движение на путепроводе Кирово-Московской, асфальт будет вот на таком уровне. И, соответственно, вся вода с дороги будет стекать вот в этот жёлоб. А затем по чугунным трубам, спрятанным в бетоне, будет попадать в середину тоннеля, где специальные насосы будут выкачивать воду в систему действующей ливневой канализации. Подобная насосная станция, спрятанная на глубине 9 метров, первая на самарских дорогах. Новая система предусматривает, что вода из ливневок больше не будет напрямую попадать на естественный рельеф, а затем уходить в Волгу. Теперь паводковые источные воды будут аккумулироваться в резервуарах и проходить очистку. Подрядчики обещают, луж в тоннеле не будет. Всё, что придёт сюда, всё оно принято с большим запасом. Ставится три насоса, два основных рабочих, один резервный на случай отключения. Строится для отвода воды, которая будет попадать в тоннель, так как это, грубо говоря, большая выемка, большая яма. Помимо насосной станции, на развязке заканчивают строительство южной части тоннеля. Здесь заливают бетоном основание рампы, затем тоннель покрасят, обустроят и уже летом начнут укладывать асфальт. У нас очень большая работа ещё по устройству памятника. Также нужно, чтобы запустить движение, выполнить демонтаж балок, которые держат откосы. Сейчас развязка готова более чем на две трети. Планируется, что уже в сентябре здесь проедут первые машины. Андрей Горгуленко, Станислав Левин. События. Сын за мать не отвечает. Кровавая драма стала предметом судебного разбирательства в Самаре. В Кировском районном суде вынесли приговор женщине, которая жестоко расправилась со своим знакомым, а потом попыталась свалить вину на своего сына-подростка. Почему эта версия показалась следователям с самого начала сомнительной? Из зала суда репортаж Алины Чемерис. Конвой прибывает минуту в минуту. Заседание по делу Светланы Евстроповой проходит в закрытом режиме. Женщину обвиняют в убийстве. Все случилось в октябре прошлого года. Евстропова вместе со своим знакомым Лапшиным распивали дома спиртные напитки. Дальше, согласно показаниям свидетелей, она попросила своего товарища уйти. Он отказался, за что и получил 8 ножевых ранений. Женщина попыталась спрятать тело, но смогла лишь дотащить труп до мусоропровода. Услышав странный шум в подъезде, полицию вызвали соседям. Это потом следователи выяснят. Помогать заметать следы преступления женщина заставила собственного сына. А позже горе мать и вовсе пыталась убедить 15-летнего подростка взять вину на себя. Мотивируя тем, что ему ничего за это не будет, поскольку он несовершеннолетний, а ей грозит достаточно приличный срок тюрьмы. И его из-за этого могут поместить в детский дом, чего мальчик опасался. В этой связи мальчик первоначально давал признательные показания, и Стропова давал на него тоже такие показания. Но эта маловразумительная версия быстро провалилась. Сыщики сразу установили, мальчик ни при чем. Позже Евстропова, которая в 2008 году уже привлекалась к уголовной ответственности, пришла в полицию с повинной. В содеянном раскаялась, попросила снисхождение у суда, так как у нее имеются хронические заболевания. На иждивении находится несовершеннолетний ребенок. По месту жительства участковым она характеризуется удовлетворительно. На учетах в наркологическом диспансере, психонерологическом диспансере она не состоит. Была проведена по делу экспертиза психиатрическая. У нас Евстропова признана вменяемой. Гособвинение, которое поддержал прокурор Самарской области, просило назначить Евстроповой 9 лет лишения свободы. Суд с этим мнением согласился. И теперь преступница отправится в колонию общего режима. Алина Чемерес, Артем Сулайманов, События. Коллективная молитва. В 26-й колонии строгого режима для мусульман открыли молельную комнату в канун весеннего праздника Навруз. В исправительной системе большой процент людей, исповедующих ислам, и место, где можно прикоснуться к Богу, для них весьма важно. Комнату оборудовали по всем канонам. На открытии побывал муфтий Самарской области. К исламской культуре прикоснулась Мариана Мирная. В 26-й исправительной колонии почти тысяча осужденных. 200 из них исповедуют ислам. Несколько лет мусульмане просили обустроить на территории тюрьмы молельную комнату. И вот он, подарок к весеннему празднику Навруз. Первая общая молитва состоялась. Я представляю, конечно, ислам в это учреждение. Но мы еще нуждаемся в посещении духовенства, из управления духовенства Самарской области. Нам дает большую силу чувствовать себя, как говорится, свободным. Нуждаемся в их помощи, в их приходе к нам, в общении. Религия для осужденных зачастую становится отдушиной и помогает отбывать наказание. В колонии для православных с 2009 года работает храм. Теперь и мусульмане могут обратиться в сторону Мекки и совершить поклонение. Обустраивали помещение своими силами. Стелили полы, красили стены, клеили обои. Руководство колонии уверено, возможность молиться пойдет заключенным только на пользу. Религия пойдет на помощь в том, что это та отдушина, где человек может побыть наедине с собой. Может, скажем так, покаяться в тех грехах, которые совершил. Поэтому мы настроены на этот момент положительно. Большую поддержку оказало мусульманское сообщество. Муфтий Талиб Хазрат Ярулин приезжал сюда при ремонте помещения и лично давал рекомендации, что и как должно быть. В Поболжье мы находимся почти на одном меридиане с городом Мекка. Поэтому, если находим юг, то в сторону юга мы и читаем. И здесь комната, конечно, не специально была сделана под мечеть. Но человек имеет возможность в любом месте поклониться мусульману. Каждое место является мечетью. Осужденные мусульмане также смогут пусть и скромно, но отмечать здесь исламские праздники. В Навруз, например, здесь не только совершат коллективный намаз, но и отведают традиционный плов. Марьяна Мирная, Григорий Плешаков. События. Лоточный торговли бой. В железнодорожном и промышленном районах Самары провели рейд и обнаружили десятки торговых точек, где продают вещи и продукты без разрешения. Какое наказание ждет нарушителей, узнала Лариса Шалафаст. Вы торгуете здесь или предназначенными для торговли? Что является нарушением закона 115 Самарской области? Орехи и сухофрукты прямо с асфальта. Торговый ряд растянулся на Старозагоре у дороги. Это грубое нарушение санитарных норм. Кроме того, торгуют здесь незаконно. Продавец вину осознает, но сначала представляется чужим именем, чтобы избежать наказания. Но это не помогает. В базе данных все зафиксировано. И назвать настоящее имя все-таки приходится. Если вы назовете свою правильную фамилию... Стыдно. Уже стыдно. По той же схеме пытается увильнуть продавец кондитерских изделий. Долго отказывается назвать имя, пытается вызвать на место хозяина товара. Но в итоге отдуваться за нарушение приходится самой. У меня просьба, подпишитесь, пожалуйста, поставьте свою фамилию. Это вот здесь. Увидев проверяющих, остальные продавцы сворачивают торговлю считанные минуты. Следующая точка проверки – автостанция «Аврора». Но продавцы более смелые, не прерывают работу даже во время составления административного протокола. Работа не прекращается. Рейды проходят регулярно, внезапно. Точки определяются накануне выезда. За незаконную торговлю продавцам грозит штраф от полутора до четырех тысяч рублей. Юридическим лицам – до двадцати двух тысяч. Теперь дела всех пойманных нарушителей рассмотрят районные административные комиссии. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. К чемпионату мира по футболу всю рекламу и вывески на улицах Самары приведут к единому стилю. Проблемой вплотную занялись в прошлом году. Уже есть первые результаты. Выявлено почти шесть тысяч незаконных конструкций. За нарушение регламента выписаны штрафы на сумму более миллиона рублей. Готов ли самарский бизнес сделать стильную рекламу, которая не испортит, а наоборот украсит город? Репортаж Валерии Макаровой. Кричащие безвкусные рекламе в Самаре объявили бой. Такие пестрые фасады должны уйти в прошлое. Это одна из важных задач при подготовке к чемпионату мира по футболу. Соответствовать нормативам и архитектурно-художественной концепции должны все вывески и рекламные конструкции. Они должны работать в соответствии с нашими архитектурными фасадами. То есть они должны их обогащать и должны подчеркивать. Мы чаще всего имеем совершенно противоположный результат. Вывески кричат и фасад теряет всю свою архитектурную значимость. Вот этого допускать нельзя. К делу подключились и рекламные компании. Многие уже не идут на поводу у желаний клиентов, а убеждают их делать стильную, а главное легальную рекламу, которая не испортит внешний вид дома. Ирина Вдовина, руководитель одной из таких фирм, говорит, не все бизнесмены пока готовы принять ограничения. Надо понимать, что есть закон, который ограничивает, например, закрытие окна, есть закон, который ограничивает закрытие архитектурных элементов самой вывеской. Мало того, есть закон, который в принципе говорит о том, что нужно сохранять эстетику архитектурные элементы самого здания. Как поясняют в комитете по наружной рекламе, конструкции на фасадах зданий должны соответствовать трем главным требованиям. Это они должны соответствовать художественно-эстетическому облику фасада дома. Второе, чтобы по толщине и высоте все рекламные конструкции были одинаковые. И последнее, это чтобы ось их по горизонтали и вертикали совпадала. Вывески не должны перекрывать декор фасада, будь то лепнина или мозаика. Также их запрещено крепить на балконах и лоджиях. Внутренняя подсветка вывесок разрешена, но только приглушенная. Она не должна мерцать и светить в окна жилых домов. И одно из самых частых нарушений, когда предприниматели самовольно перекрашивают фасады. Всего в Самаре выявлено почти 6 тысяч незаконных конструкций. Сейчас проводятся рейды совместно с администрациями районов. По выявлению людей, которые нарушают федеральные законы о рекламе, не оформляют как положено разрешение. И на них накладываются административные штрафы. Такой штраф для юридических лиц довольно внушительный. За нарушение придется заплатить от 500 тысяч до миллиона рублей. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Всем добра и барбариску. Креативные водители расписывают свои маршрутные такси прямо по грязи. Вместо того, чтобы помыть. За это получают предупреждение от ГИБДД и письма от Департамента транспорта. Рейды, в которых проверяют техническое состояние и чистоту автобусов, проходят несколько раз в месяц. В одном из них побывала Марианна Мирная. Озорная надпись на маршрутном автобусе привлекает внимание не только пассажиров, но и сотрудников ГИБДД и Департамента транспорта. За несколько часов рейда остановлено больше 50 газелек и пазиков. За два месяца этого года в Самаре произошло 8 ДТП с участием маршруток. И контроль за их состоянием объективно приводит к снижению этой статистики. Еженедельно госавтоинспекция города Самара проводит операцию маршрутное такси. В рамках данной операции особое внимание обращено на нарушения водителями правил маневрирования, непредоставления преимущества к пешеходам, общее нарушение правил перевозки пассажиров. Те нарушения, которые непосредственно влияли на совершение доронтравственных происшествий. Водители маршруток уже привыкли к регулярным рейдам полиции. Послушно предъявляют документы и получают предупреждения. Говорят, проще исправить недочет, чем платить штраф от 5 до 8 тысяч рублей. Хотя и без советов инспекторов знают, какой должна быть машина перед выходом в рейс. Технически исправно, внешне чисто, практически надежно. Если сотрудники автоинспекции в первую очередь проверяют соблюдение ПДД и техническое состояние машин, то департамент транспорта делает упор на содержание его в чистоте. При проверке учитываются погодные условия. С перепадами температуры от плюса к минусу ежедневная помывка машин, конечно, не имеет смысла. А вот раз в неделю необходимо устраивать банные процедуры. Нарушение чистоты и порядка в маршрутках фиксируются сотрудниками департамента транспорта. На основании фотоотчетов в организации перевозчики направляются письма с просьбой устранить нарушение. Очень быстро перевозчики реагируют на все направленные нами письма, поэтому дополнительных санкций не требуется. Единственное, то есть, нами дается сейчас указание усилить контроль именно за выпуском подвижного состава. Комфорт общественного транспорта – основная задача предпринимателей. Ведь каждый день услугами маршрутного такси пользуются сотни тысяч самарцев. Ну, допустим, 99-й маршрут, вот я здесь постоянно сам езжу, у них, да, есть чистота. Некоторые маршруты, допустим, маршрутные такси, вот это 131-е, они у них грязные. Это уже видно то, что хозяева там или кто-то за ними не следят. Рейды проверки соблюдения чистоты и правил перевозок продолжатся. По поручению главы города Олега Фурсова, санитарное состояние автобусов и маршруток должно быть на особом контроле. Мариана Мирная, Григорий Плешаков, События. Самарский голос в новом фильме Диснея. Знаменитая оперная певица Екатерина Лехина озвучила одну из ролей в киноленте «Красавица и чудовище». Голосом девушки поет и разговаривает мадам де гардероб. Связаться с артисткой удалось по телефону. О своих впечатлениях и о том, когда ждать ее выступления в Самаре, Екатерина рассказала Алине Чемерис. Голосом оперной дивы Екатерины Лехиной, героиня диснеевского фильма, сейчас поет во всех кинотеатрах страны. Судьбоносный звонок с предложением озвучить мадам де гардероб в киноленте «Красавица и чудовище» раздался в декабре прошлого года. А в январе кандидатуру русской певицы утвердили. Сам процесс необыкновенно увлекательный, интересный и сложный. Потому что ты не заново создаешь героя, как ты это чувствуешь, как ты это представляешь. Но каждый актер должен четко совпадать с артикуляцией американских актеров. На то, чтобы диснеевская героиня запела и заговорила по-русски, ушло два дня. За это время Екатерина успела ее полюбить. Это, конечно, не центральная роль, да, не главная, но очень интересная, яркая, характерная роль. Потому что в человеческом обличии моя героиня является оперной певицей, кем я являюсь в принципе в жизни. В заколдованном замке чудовище – это уже образ гардероба, комода, разговаривающего и поющего. Слава Богу, у меня все получилось, так сказать, с первого раза. И все были довольны и сказали, что это было попадание в десятку. Богема и Аланта, волшебная флейта – десятки ролей в культовых оперных постановках. Сегодня Екатерина Лехина блистает на подмостках лучших театров мира. Из-за плотного графика на малой родине в Самаре бывает редко. Хотя свой творческий путь Екатерина начала именно здесь. Закончила музыкальную школу, затем поступила в Московскую хоровую академию. Выбор дочери родители сначала не одобрили. Она сказала, я поеду. Я думаю, ну и что, или я с ней поругаюсь, оставлю ее и будем это, или я ее отпущу. Ну, я ее отпустила. Думала, не пройдет. Прошла. Прошла. С тех пор Екатерина уверенно идет к вершине музыкального Олимпа. В 2011 году она стала лауреатом премии Грэмми. Теперь получила опыт на студии Диснея. В Самару оперная дива планирует приехать в декабре. Возможно, даст сольный концерт. Алина Чемерес, Константин Головин. События. Искусству все площадки покорны. К Международному дню театра и началу весны артисты театра оперы и балета устроили флешмоб в торговом центре. Исполнили фрагменты запереты «Летучая мышь», «Принцесса цирка» и кинофильма «Весна». Как искусство пришло в массы, увидел наш корреспондент. Не на привычной театральной сцене, а прямо в торговом центре звучит ария мистера Икс из оперетты Кальмана «Принцесса цирка». Такой необычный подарок сделали артисты оперного театра всем самарцам к началу весны и Международному дню театра. Кроме того, в программе отрывок из оперетта Штрауса «Летучая мышь» – песня из кинофильма «Весна». Классно, все хорошо. Хочется тоже петь и танцевать. У нас сестра наша солистка Московского театра оперетки. Так что мы знаем все песни, все слова, музыку. Любим, ценим. У Самарского оперного театра большой опыт проведения флэш-мобов. И если сначала к этой идее относились настороженно, то после первых выступлений такой формат прижился. Все новое принимается не очень, как вы знаете, но это вот, может быть, необычности данного мероприятия и жанра, но потом, когда люди понимают всю полезность и для зрителей, и для театра, то есть это искусство пришло в массы, то уже отношения достаточно положительные. Артисты оперного уже освоили площадки Самарского железнодорожного вокзала и аэропорта «Курумыч». Выступали в столице на Павелецком и Ленинградском вокзалах. Виктория Шарая, Валерия Макарова, Константин Головин. События. Мятежный взрыв. В музей «Модерн» открылась выставка, посвященная столетию революции. Фотографии, родом из прошлого века, цитаты великих деятелей того времени. По лабиринтам истории прогулялась Алина Чемерис. «Я много читал раньше о том восторженном настроении, которое якобы царило в Петрограде, и не нашел его нигде». Так вспоминал годы революции легендарный военачальник русско-императорской армии Антон Деникин. Ровно сто лет назад резко изменился жизненный уклад целой державы. Для одних это стало трагедией, для других – началом пути к светлому будущему. В годовщину февральской и октябрьской революции самарцев приглашают в музей «Модерна». В буквальном смысле прогуляться по лабиринтам того времени. «Давайте хлеба, долой царя, да здравствует республика!» Эти революционные лозунги будто перебивают и перекрикивают друг друга. В бесшумном помещении, читая на стенах цитаты, словно слышишь голоса той шальной экохи. И вот внезапно под ногами гостей появляется сообщение об одном из главных событий того времени – отречении царя от престола. Мятежный взрыв, сколыхнувший всю страну с первых дней массовых восстаний. На стенах импровизированного лабиринта – фотографии с грандиозных митингов в Петербурге, цитаты революционеров и защитников самодержавия. Мы просто изучали какие-то мемуары и выписывали цитаты. Эти надписи, они видите, в таком эмоциональном тоже ключе сделаны. То есть не трафарет, а такие труки написаны. Ну, что фиксирует в них эмоцию. Попытка была сделана вот такими экспозиционными решениями, эту эмоцию как-то вызвать. Нарастающее напряжение, попытки по-иному осмыслить одно из важнейших событий в истории страны. По мере приближения к октябрю экспозиция будет меняться. Кульминация взрыва ждет гостей Музея Модерна в день столетия Октябрьской революции. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. Это все, чем запомнилась уходящая неделя. Хороших вам выходных!